которая отражает различные периоды жизни Давида. Потому что это был человек по сердцу Бога. В своей жизни он имел богатый духовный опыт. Его жизнь была полна приключений. И он, я думаю, для нас является хорошим примером для того, чтобы изучать на его опыте каких поклонников ищет Бог. Потому что именно о нем Бог сказал, муж по сердцу моему. А Бог желает открыть вам свое сердце. Валичек, низких чувств, чуть-чуть убери, это он букает. Так, мы закончили на том, что мы должны просить у Господа, чтобы наш жизненный опыт, чтобы наша вера была подкреплена делами, чтобы наш жизненный опыт был богатым на Божьи знамениями и чудесами. И мы, я говорю уже, мы разберем несколько песен. Не всегда песни рождаются после больших побед и триумфа. Когда мы говорим о восстановлении скинии Давида, мы перед нашими глазами предстает этот уникальный человек, царь Давид. Чтобы разобраться вообще в искусстве его. Потому что очень много псалмов, которых мы используем, это псалмы Давида, написанные ним. Чтобы разобраться в этом искусстве, мы должны, наверное, ближе просто познакомиться с его биографией. И знакомясь с его биографией, мы сравниваем свой опыт с опытом, который был у него. Почти все псалмы, которые написаны им, они были посвящены конкретным событиям. Мы с вами говорили о 56-м псалме. Да, это конкретное событие. И он это отразил в песне. Давид не столько пел музыку, потому что мы сейчас привыкли слышать, мы на следующих уроках будем касаться этой темы, но не сейчас. Давид не столько пел музыку, он пел свою жизнь. Если мы смотрим псалмы, там часто в псалмах сказано, псалм такой-то на мелодию такую-то. Были какие-то несколько мелодий, которые крутились постоянно, понимаете, использовались постоянно. И вот на эти мелодии ложились вот эти вот слова, молитвы. Мы потом с вами это будем разбирать, но сейчас не будем останавливаться на этом. Так вот, вот на эти мелодии люди, певцы, как бы, они изливали свое сердце. Вот эти молитвы, понимаете, да? Эти молитвы становились псалмами. И вот в этих псалмах люди отражали свой жизненный опыт, свои взлеты и падения, свои победы, как бы, ну и все те обстоятельства, которые происходили в их жизни. И мы сейчас будем разбирать с вами одно из обстоятельств жизни Давида. Это когда к нему пришел пророк Нафан. Давайте откроем 50-й псалм. Я думаю, что мы неспроста пели эту песню, и она была и в сердце у Андрюши, и в сердце у меня, как бы. Она вот так вот не, так сложненькая, не клеилась, тяжеловатенько пелась, как бы. Но в ней есть нечто, как бы. Я думаю, вот такое состояние, вот именно такое состояние было в этот момент у Давида, когда он говорил, поклоняюсь к тебе, Господь чудный, приготовлено сердце мое. Но ему казалось, что все нормально. Но было то, что разделяло его на тот момент с Богом. Псалом 50-й, начальнику хора. Что-то случилось, почему был написан этот глубочайший псалом, который по сей день является одним из самых, как бы, таких часто употребляемых псалом. Давайте просто почитаем, а потом мы будем уже разбирать его. И по множеству щедрот твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал. Так что ты праведен в приговоре твоем, и чист в суде твоем. Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот, ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня и сопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные. Отврати лицо твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица твоего, и духа твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения твоего, и духом владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям твоим, и нечестивые к тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже. Боже, спасение моего, и язык мой восхвалит правду твою. Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу твою, ибо жертвы ты не желаешь. Я отдал бы тебе, я отдал бы ее. К всесожжению не благоволишь. Жертва Богу, дух сокрушенный. Сердца сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. А благодетельствуй по благоволению твоему Сион. Воздвигни стены Иерусалима. Тогда благоугодны будут тебе жертвы правды, возношения и всесожжения. Тогда возложат на алтарь твой тельцов. Смотрите, я хочу ваше внимание сейчас обратить на один момент. Помните, мы говорили, когда о слове превосходства познания, превосходства. Мы говорили, что когда вы познаете Бога, Бог простирает свою мощь над городом. Даже, да? Смотрите, что говорится в 20 стихе. «Облагодетельствуй по благоволению твоему Сион. Воздвигни стены Иерусалима». Кажется, Давид поет молитву покаяния здесь. Это его молитва покаяния. Этот псалом как бы. Ну, когда кается грешник, да? То есть, это распространяется даже на город как бы. То есть, вот о чем мы говорим. Вы можете это находить, вот, подтверждение в псалмах. Это не что-то, выданное человеком. Это слово Божие, которое как бы мы, разбирая, углубляясь в него, познавая Бога, узнаем о Его могуществе. То есть, насколько Бог велик, насколько Он благ к нам. Что такое боговедение? Это не только, когда человек находится на вершине горы. Каждый человек из нас, он несовершен. Каждый человек способен на безумие. Каждый человек может совершить роковые ошибки. И чем больше человек, чем больше в его влиянии, тем больше, тем больше, ну, тем больше ошибки, ну, как бы, масштабнее он совершает. Потому что это на множество, на множество других людей распространяется. Это отражается. Понимаете, да? Никто из нас, как бы, не может сказать, что он без греха. Никто. Думаю. Пока мы ходим по этой земле. Потому что живем верою, праведность по вере, праведность по вере входим. И сказано, что мы, да, в Иакова там, мы как бы признаемся друг перед другом, да? И кровь Ешуа омывает нас. Правда? Это Писание так говорит. Поэтому я из этого только делаю. Можно, конечно, заявлять о том, что ты свят. Павел тоже заявлял. Помните, мы читали, да? Я по правде закона, и я не порочный. А Ешу говорит, ты гонишь меня. Потому что твоя праведность для тебя стала превыше меня. И ты истребляешь мой народ. И вот к Давиду приходит пророк Нафан. Он рассказывает ему эту историю. И Давид понимает, что он как бы разоблачен. Это вот то тенистое болото, в котором он находился. То есть, все в жизни хорошо, да? Обычно, мы сейчас будем там вообще-то не очень такая тема, грустная тема, но Давид уникален тем, что он мог не только грешить и падать, а Давид мог подниматься, вставать. И этот Псалом говорит нам, как грядущим поколениям, как подниматься, воскресать из самых глубоких трясин. Вообще-то, это грех к смерти. Знаете, да? То есть, есть грехи не к смерти, а это был грех к смерти. Притом, это умышленное действие было. Это не просто там необдуманное действие было, а это было умышленное действие. Я даже себе представить ситуацию эту не могу. Я думаю, что это было, наверное, как умопомрачение. Знаете, вот это тенистое вот болото, когда ты уже ничего не видишь. Просто один грех тянет за собой следующий, 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 и ты уже из этого вырваться не можешь. Погружайся в эту трясину, и трясину она тебя засасывает просто. Благословенный Давид, когда весь народ, вся армия находится на войне, а вы знаете, что он всегда был в первых рядах. И вот, когда вся его армия находится на войне, случается эта история. Он увидел женщину, полюбил ее, вошел к ней, и потом руками врагов пытается уничтожить мужа ее для того, чтобы овладеть ней. Кстати, этот Урия-хитиянин, это был один из храбрых Давида, о которых он пел. Мы потом будем тоже это, ну, как бы разбирать. Помните, упоминается 37 храбрых Давида человек. Так вот, Урия-хитиянин был один из них. Это был один из тех офицеров, который прошел с ним все. от того момента, когда они собирались там в пещерах, когда он убежал от Саула. И вот до момента царствования, вот до сего момента, это был один из его людей очень преданных. И вот в его сознании зрел вот этот вот коварный план уничтожить мужа, чтобы овладеть женой. Для нас, ну, всегда будет загадкой, как в одном человеке может так много объединяться в одном человеке и коварство, и искренность, и святость, и такое нечестие. На тот момент, вот я думаю, я же говорил, мы пели эту песню, и, ну, она так вот как-то тяжело, то есть, мы понимаем, что мы хорошую песню поем, но она не может пробить небеса. Вот как-то такое состояние, кажется, чего-то не хватает, чего-то не хватает, чего-то не хватает. Я думаю, что вот у Давида было такое состояние, потому что не он пришел к Богу, а Бог пришел к нему. И Бог пришел, потому что он любил его. И такое может произойти с каждым из нас, и что будет, когда мы будем вот так вот застегнуты врасплох, как мы будем себя вести. Боговедение – это способность не только получать великие откровения, но и способность вставать из этих глубоких тенистых трясин. Каждая молитва Давида была настолько уникальна, что она превращалась в песню. Это говорили не столько уста, сколько говорила его сердце. Да, это молитва, которая исходила из сердца. Это уже молитва после того, как Нафан пришел к нему, обличил его, рассказал эту притчу об овце и говорит, ты тот человек, который как бы украл эту овцу, как бы. Спасибо. 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 Я думаю, что каждый из нас в этих обстоятельствах бы, ну, представьте, вас обличили вот в таком вот грехе, как бы, вы пережили такое потрясение. О чем вы вообще могли бы думать? просто сокрушаться, как бы, как-то там пытаться выкарабкаться из этого, то есть, молить Бога о прощении, как бы, стремиться, то есть, как бы, я не знаю, поститься, еще что-то делать, как бы, всяческими силами пытаться выйти из этого, каяться, как бы, но он еще был в состоянии это все записывать, потому что он дал эту молитву начальнику хора, потому что, я думаю, он может чувствовал, что эта молитва может помочь многим, пережившим вот такое состояние, как бы, выйти, помочь выйти, из этого, подняться над этими обстоятельствами. В какой-то мере наш опыт может послужить, друг, ну, мой опыт послужит вам, ваш опыт послужит мне. И эти молитвы, дела, песни будут частью нашего жизненного опыта, выстраданного, не какого-то опыта, о котором мы говорили, который мы там высосали с пальца, а это опыт, который выстрадан наедине, наедине перед Богом. Оно отражает нашу жизнь без всяких украшений поэтических. это вот то, что есть. И вот я думаю, что когда, представьте, хор поет эту песню, да, потому что это начальник у хора, и представьте, вот люди на поклонение приходят, да, и хор поет эту песню, и тысячи мужчин, они вдруг понимают, что Дух Святой работает с их сердцем, потому что в храм не приходили люди неверующие, в храм приходили верующие люди, они приходили приносить жертвы, понимаете, да? И таких случаев, я думаю, было очень много. Может, до убийства не доходило, но их по сей день очень много таких случаев, поверьте. В моей жизни буквально рядом это произошло, рядом. У нас была группа прославления, где в той церкви, где я родился, вот как бы, и вот эта девочка, о которой я вам рассказывал, которая пела, она вышла замуж, ну, за парня. и к нам, ну, еще в прославление пришел один из лидеров прославления, там, бывших, там, ну, дочерник церквей, как бы. Он долгое время не был в служении, потом его там начали восстанавливать служение, и он, как бы, пришел к нам и помогал, ну, тоже был в нашей команде. и вдруг никто даже не мог и предположить, они не прожили, ну, вот в, они не прожили, и даже там месяца, по-моему, не прошло, несколько недель, несколько недель. Муж, он постоянно там был в командировке, кстати, он там занимался тоже еще, ну, торговал вот этим, ну, как бы алкогольными напитками, ну, фирма торговала, он работал и был одним из менеджеров. И не прошло несколько недель, как вдруг мы узнаем, что вот этот вот бывший лидер прославления, который вот был у нас, он, короче, ну, вошел к этой девчонке, когда мужа дома не было. это было, ну, просто для всех, как бы, ну, потрясение. И буквально вскоре после этого, вскоре после этого, ее мужа сбивает машину. вот вам, пожалуйста, история один в один, один в один, рядом, рядом, вот. Так что никто из нас не может, ну, Писание говорит, кто из вас думает, что он крепко стоит, смотри, чтобы не упасть. Поэтому мы всегда должны просить у Бога милости и веры для того, чтобы, ну, Бог нас защитил, как бы, от таких обстоятельств. Нет, у него была семья и двое детей. у него была жена и двое маленьких детей. Он, кстати, потом и семью бросил. Поэтому нам надо быть очень аккуратными и очень осторожными. и вот я думаю, что когда хор пел вот такие песни, тысячи людей, тысячи вот таких вот мужчин, они получали исцеление, потому что, ну, помните, Иуда вошел к блуднице, да? помните, да? Тоже, ну, вот такие вещи. Помните, как к Иешуа привели блудницу, да? Привели только ее, мужчину не привели. Нет, вот такие вот мужчины, я думаю, они получали исцеление, когда вот они, Бог касался их них сердец. поклонники это люди, которые честно могут говорить о своих победах и поражениях. Зрелость это когда наш жизненный опыт намного важнее конкуренции или каких-то внутренних тяжб. Пусть каждая песня будет свидетельством того, что праведник семь раз упасть может, но найдет силы все-таки встать. Стих шестой. Тебе, тебе единому согрешил я и лукавое перед очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Боговедение это признать Бога Богом, а человека человеком. Стих седьмой десятый. Вот я в беззаконии зачат, во грехе родила меня мать моя, вот ты возлюбил истину и сердце, внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня и сопом и буду чист, омой меня и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье и возрадуются кости тобою сокрушенные. Думаю, что сам Бог дает нам правильную молитву. Покаяние. Он вкладывает в наши уста не только песню хвалы, когда мы говорили о том, что, помните, да, вложи в уста мои песню хвалы и буду петь моему Богу молитву. Но Он вкладывает в наши уста и правильную молитву покаяния тоже. Когда мы падаем и грешим, Он вкладывает в наши уста эту правильную молитву покаяния, в которой есть глубина, переворачивающая все наши внутренности. И в то же время Бог отвечает на эту молитву. Он Сам дает эту молитву, вкладывает в наше сердце и в то же время Сам отвечает, потому что Давид не мог прийти к нему в тот момент. И Он прислал Нафана, обличил его Он начал сокрушаться И тогда Бог вложил в его сердце эту молитву и начал отвечать на нее, на эту молитву. Бог любит своих. Муж по сердцу Бога. Если мы считаем себя поклонниками, нам необходимо иметь внутри себя часть вот этой сущности, этого характера человека по сердцу Бога. Вот этой зрелости, когда мы можем признать наше поражение, когда мы можем смело говорить и о своей победе, и о своем поражении. Я думаю, что на самом деле Бог благоволит тем людям, которые способны даже падая, подниматься, потому что благодаря таким людям у нас сейчас множество есть свидетельств. Понимаете? Давайте посмотрим еще одну ситуацию, которая произошла в жизни Давида. Откройте Первое царство, 19 главу, 8 стих. Опять началась война, и вышел Давид, и воевал с филистимлянами, и нанес им великое поражение, и они побежали от него. И вот Давид в другой роли. опять началась война, и он нанес великое поражение филистимлянам, они побежали от него. Он возвращается с победой, песни превозносят, поют, Давид поразил там тысячи, давайте попробуем извлечь несколько уроков из жизни, из жизненного опыта Давида. Итак, Божий слуга, я хочу, чтобы вы это записали, Божий слуга всегда сражается с внешними врагами, защищая своих ближних. Божий слуга всегда сражается с внешними врагами, защищая своих ближних. Отступники же защищают внешних, сражаясь со своими ближними. Внешних. Успеваете? Отступники сражаются со своими ближними, защищая внешних. Не своих внешних, а защищая внешних. Правда? Это правда, да? Это очень отражает как бы. То есть Божьи слуги, они сражаются с внешними, оберегая и защищая своих ближних. Отступники, безбожники или отступившие от Бога, они всегда ищут предлог для того, чтобы поразить своих ближних, защищая внешних. Так выглядит битва Божьих служителей во время войны. Они не прячут голову в песок, не отсиживаются, делая вид, что ничего не происходит. Они воюют как бы. Враг поражен, побежал, то есть возвращаются с победой. Вы знаете, что в это время Саул, он находился дома, хотя он, именно Саул, должен был вести войска. Он как главнокомандующий. Цари всегда были где? впереди на лихом коне, да, как помните фильм Чапаев. Царь где должен быть? Впереди на лихом коне или на лихой колеснице. Всегда так было, потому что мы смотрим истории Израиля, всегда там цари где-то рядом, они в гуще всех событий этих были, они вели свое войско. Но здесь мы видим обратное. Здесь Давид был впереди на лихом коне. Он был еще совсем юным. Реально он был совсем молодым для таких вещей. Обратите внимание, вышел Давид, а не Саул. Многие скажут, не все не все же как Давид, да, ну не все как Давид. У меня такой опыт, у тебя такой опыт, то есть как бы. Но если ты смелый, ответственный человек, то у тебя будет богатый, жизненный и духовный опыт, независимо от твоего возраста. Если ты смелый, ответственный человек, у тебя будет богатый, жизненный и духовный опыт. Если ты ленивый, трусливый, у тебя не будет никакого опыта. Проще сказать опыт лентяя. Многих людей, знаете, то есть привлекаешь, то есть пытаясь ободрить, то есть для того, чтобы захватить служение, чтобы люди приходили, чтобы люди начинали служить. И многие говорят, я не готов. Вы никогда не будете готовы, поверьте. Я никогда не был готов читать эту тему. Я ее взялся читать только потому, что читая и уча вас, я больше учусь сам. Потому что я чувствую, что мне нужно это обновление. Мне нужно и погружаясь в глубины Божьей, исследуя Слово Божие, я сам обогащаюсь. Понимаете, да? Назидая вас, я сам обогащаюсь. Назидая других, вы будете обогащать свой духовный опыт и жизненный. Я помню в одном из мультфильмов такие слова, там что-то они должны были делать, и говорит, давайте делать то, что мы умеем делать лучше всего, валять дурака. Что-то у них там не получилось, он не помню, кто-то говорит, какой-то персонаж смотрит, он говорит, давайте делать то, что мы можем делать лучше всего, валять дурака. Вот такой опыт лентяя, он как бы ни к чему не приведет. Чем смелее человек, тем ответственнее, тем у него глубже и богаче опыт. Смотрите, почему вышел Давид, а не Саул. ведь Саул должен был вести войска и войну. Должен, но не обязан. Человек, который потерял боговедение, человек, который потерял боговедение, а Саул уже на то время давно потерял боговедение, помните, да, историю самой, когда он не дождался прихода пророка, помните, да, и поэтому он сказал, все, отнимется у тебя твое царство, понимаете, да, он уже давно потерял боговедение, человек, который потерял боговедение, он дезориентирован как лидер, и это делает человека слабым и неуверенным, и так лишенный дерзновения, Саул посылает Давида, та же самая история, как Давид посылал Урию, Саул зная, что Давид должен стать царем, имея пророчество, он начинает его посылать во все самые опасные места, ну, для начала пробует так, пошлю его на войну с филистимлянами, не получилось, филистимляне побежали, потому что бог, он защищает своих детей, запомните, даже неправильные люди, если вас куда-то будут посылать или вас будут вергать в какие-то обстоятельства, бог способен защитить вас в этих обстоятельствах, когда вы имеете сокрушенный смиренный дух, помните, Иисус говорит, научитесь от меня, Ишуа говорит, ибо я смирен до духом. Боговедение делает тебя смелым на сцене, познание Господа делает тебя смелым в любом деле, уверенным в себе, на твоей работе, там, где ты учишься, где угодно. Если нет этого внутреннего духовного основания, то это делает нас людьми слабыми, ущербными, застенчивыми. Вот мы там себе я еще не готов, я еще подожду чуть-чуть, мне надо мудрости набраться мудрости, вы будете набираться тогда, когда вы начнете служить. Это я вам честно говорю, это скажет вам любой служитель. Пока вы не начнете служить, вы будете набираться знаний, которые собственно бесполезны, если вы их не применяете, понимаете, да? Вы учитесь для того, чтобы потом служить. И вы сейчас можете служить, обогащая свой опыт, и жизненный, и духовный. Давид, который служил, ну, вот у Саула, он был совсем молодым воином, не имел такого опыта. Кстати, я вам так, для справочки, отступление сделаю. У Саула была отборнейшая гвардия. Сказано, когда он шел и находил человека воинственного, сильного, он брал его к себе, то есть к воинам. У него была отборнейшая гвардия, отборнейшая гвардия. Вот с этой гвардией он гонялся за вот этим пацаном по пещерам. И Бог его сохранил, Давида. Вот с этой гвардией, с этим спецназом три тысячи воинов, три тысячи отборнейших, отборнейших. Это по тем временам для такого государства это было просто, ну, шикарное количество. Ну, достаточно такой показатель был серьезный. Вот Саул с этой гвардией отсиживался дома, а Давид с остальным войском гонял филистимлян. Это для справки просто. Он был совсем молодым, но именно на него возложили эту ответственность. И многие, знаете, когда посылают и говорят, а что я опять? Что я крайний, что ли? Опять я. Боря, надо там лезть на эту, на лестницу. Опять я полез, упал, ногу сломал. Сейчас опять. Говорят, Боря, надо опять лезть. Боря лезет опять. Боря, у тебя большая награда. Да. Поэтому как бы смелый человек и ответственный, он говорит, я, пошли меня. Ленивый человек, он будет говорить, я не готов. Он всячески, то есть человек, стремящийся исполнить волю Божию, он будет искать возможности. человек, который ленивый, безответственный, он будет искать причины. Всегда. И акцент на слове опять. И снова Давид вернулся с войны. С великой победой и трофеями. Какой урок мы можем извлечь отсюда? Божий слуга, поклонник, никогда не рассматривает ответственность как обузу. И снова. То есть это было неоднократно. То есть опять. Божий слуга никогда не будет рассматривать ответственность как обузу. слабый говорит, да я вчера был, че снова я-то? Пусть наши слова это буду я. Знаете почему? Это очень-очень-очень важный принцип. Очень важный. Потому что сейчас я вот этот принцип и мы на этом как бы закончим этот урок. Это очень важный принцип. Запишите его. Потому что за этим кроется непонимание того, что ответственность когда говорится вопрос почему я? За этим кроется непонимание, что ответственность приносит опыт. Ответственность приносит опыт. Опыт приносит результаты. признание. Знание о том, что непонимание того, что ответственность приносит опыт. Опыт приносит результаты. А результаты приносят признание и народную любовь. Ответственность приносит опыт. Опыт приносит результаты. А результаты приносят признание и народную любовь. Да? Давид возвращается, говорит, опять я пойду. Побеждает, возвращается, и все поют, Давид победил, Давид победил, и все уже не царя славят, а славят Давида. Народ любил Давида. Правда? Если ты хочешь, чтобы в твоей жизни был богатый опыт, не стесняйся и не чурайся брать на себя лишний раз ответственность. И помни, ответственность приносит опыт, опыт приносит результаты, результаты приносят влияние, влияние рождает авторитет. Вот откуда берется авторитет. Иногда служителя ставят, он тут же всех как бы строит, и потом обижается, что его не слушают. Его не будут слушать, потому что у него нет никакого опыта, нет никакого авторитета, ему неоткуда взяться. Авторитет приходит не тогда, когда вас поставили. авторитет приходит тогда, когда вы берете ответственность, совершаете какие-то дела Божьи, это приносит вам признание, да, а признание приносит влияние, любовь Божью и авторитет. Все. Божьи. Божьи. Божьи.